Потом с тобой продолжим просмотр собачьего телевидения. Часто на самом деле к нам обращаются в приют с просьбой, чтобы мы выехали и забрали собак в приют. Тут звонок такой поступает, говорит, вы не можете приехать забрать у нас собак? У нас тут собаки просто одолели. Мы ни с детьми не можем выйти на улицу, ни со своими собачками выйти. И, оказывается, когда она к нам поступила, была такая история. Я рассказывал со слов людей, которые ее достали из трехметрового колодца. Где-то глубина около трехметров была. Прооперирована, ну, как мы ее называем, Алабаюшка. Выздоровела Жуля из Красного Бора. Ну, ты считайте, если мы, допустим, завтра управимся, ну, плюс-минус день, ну, грубо говоря, за неделю вот 7-8 собак ушло. Всем привет. Я сегодня садись. Верность ТВ приветствует вас. Гася, извини, мне сейчас нужно немножко поработать. Потом с тобой продолжим просмотр собачьего телевидения. Все, давай. Я знаю, что ты любишь смотреть собачье телевидение, но сейчас пока нужно поздороваться. Начну, наверное, с плохой новости. На этой неделе погибла одна собачка, которая не выжила после ДТП, ну, после поезда, скажем так, от большой потери крови. Четверо нашли свой дом. Два и еще два. Это за неделю. И еще четыре готовятся выбыть. Далее по списку, какие у нас новости еще. У нас прооперирована, ну, как мы ее называем, алабаюшка. На прошлых роликах вы могли наблюдать о том, что, ну, мы говорили, что у нее опухоль, но в конечном итоге, когда был произведен врачебный осмотр, да, ветеринарный, и обнаружилось, что это не опухоль на самом деле, а грыжа. То есть мышцы разошлись у нее, и выпадение произошло. Вот, вчера ее прооперировали, но это не все новости об этой собаке. Оказывается, когда она к нам поступила, была такая история. И я рассказывал со слов людей, которые ее достали из трехметрового колодца. Ну, где-то глубина около трех метров была. А ситуация прояснилась только сейчас. Дело в чем, что когда эту собаку достали из колодца, она тут же опять туда угодила. И люди подумали, что она туда греться забралась. А есть предположение, что не греться, а просто, как мы выяснили, собака слепая. Вчера мы ее повели на поводке на операцию, и она не видела, куда она идет. Она врезается в посторонние предметы, в общем, в двери. Оказалось так, что Алабаюшка не видит. Вот еще один постоялец, вечный постоялец приюта, как бы. Но, хотя у нас были случаи, вечно ничего не бывает. Около, я не знаю, полугода назад мы отдали в хороший дом Бима. Он оказался тоже слепым. Вот он у нас со щенка провел. Тем не менее, дом нашел. Были случаи, когда мы слепых отдавали. Туман слепой был, он попал к кинологу вообще, потом работал в аэропорту, скажем так. А Ив про него писали. Короче говоря, не будем говорить ГОП. Так что, может, она в ближайшее время и найдет дом. Дальше у нас выздоровела Жуля из Красного Бора, покусанная на собачьей сваде. Все, может идти на выписку. Кот Тимоха, которого, помните, передавал привет. Ну, то есть, хозяева его передавали привет. Это тот кот, у которого в седьмом боксе гнила шея. Вот. Тимоха выздоровел. Зарос, оброс. То есть, гниение остановлено. И опять слинял на боевые действия. То есть, март близится. Тимоха готовится к свадьбам. Вот. Опять Голливудит, короче говоря. Все у него нормально. В шестом, ну, установлен на перелом лапы. К нам поступила переломанная собачка. То есть, переломом задней конечности. Установлен аппарат внешней фиксации. Проходит курс реабилитации. То есть, косточки срастутся, аппарат фиксации внешней снимется. И опять побежит по дорожке. Из девятого бокса Лис выздоровел, тоже готов к выписке. И из десятого Чара. В принципе, вот такие вот новости на этой неделе. Может быть, завтра еще четверых выписываем. То есть, заберут домой. И за неделю неплохой, скажем так, результат. Четверо уже ушли. А считайте, мы говорим, что по собаке в день у нас уходит. Ну, где-то около 30 собак в месяц. Ну, это считайте. Если мы, допустим, завтра управимся. Ну, плюс-минус день. Ну, грубо говоря, за неделю вот 7-8 собак ушло. Такие вот результаты. По-моему, очень даже неплохо. Еще из новостей хочу что сказать. Очень часто, на самом деле, к нам обращаются в приют с просьбой, чтобы мы выехали и забрали собак в приют. Тут звонок такой поступает. Говорит, здравствуйте, приют. Вы не можете приехать забрать у нас собак? У нас тут собаки просто отдалили. Мы ни с детьми не можем выйти на улицу. Ни со своими собачками выйти. И мне приходится объяснять людям, что мы не можем собрать всех собак в кучу. Просто со всей области и со всего города. Почему? Потому что это неподъемная ноша. Даже Рокфеллер с этим не справится, скажем так. Здесь нужно финансирование. То есть есть определенный лимит пожертвований, который к нам поступает. Исходя из этого лимита, мы уже понимаем, какое количество мы можем животных принять в приют. Вот в чем дело. Одна собака сейчас обходится 200 рублей в сутки. Здесь недавно в соцсетях, уже не помню где, по-моему, ВКонтакте, прочитал такую новость. Когда в мониторе бывает время свободное, что, по-моему, на Дзержинке где-то опять образовалась стая собак, которые терроризируют местное население. То есть, ну вот еще раз говорю, что ни с детьми не могут выйти, ни с собачками на прогулку. То есть безобразничает там эта банда. Ко мне обращаются с такими просьбами, чтобы мы забрали с улиц этих собак. Ну, я объясняю, что для этого требуется. Все упирается в финансирование. И если бы люди действительно хотели решить этот вопрос, то он решается элементарно просто. Ну, берем население этого двора, скажем так, со всех домов, там, со всех домов, ну, приблизительно 180 человек проживающих. Если культурно решать этот вопрос, вот по 100 рублей в месяц человека со 180 людей, то получится 18 тысяч. Как раз там три собаки, которых просят забрать. 18 тысяч в месяц это стоимость содержания трех собак, по 200 рублей в сутки. Вот как эти вопросы нужно решать. Ну, на данный момент, если это как-то на государственном уровне сейчас не решается, да, пока какие-то там предпосылки идут ко всему этому. Потому что правительство сейчас разрабатывает проекты для того, чтобы по всей России в каждом городе выстроить типовой приют. Но пока это еще будет, если мы переживаем за детей, за собак, с которыми мы гуляем там и тому подобное, мы уже можем как-то решать этот вопрос вот таким вот образом. То есть люди скинулись, мы приехали, изъяли этих собак, отловили и определили в приют. Но финансирование за счет людей, которые, скажем так, оплатили это. Но где гарантия, что мы этих собак забрали оттуда, а там новые не появились. И здесь, конечно, я вот как человек уже многие года занимающийся этой проблемой, я советую таким дворам, скажем так, не совсем так делать. То есть есть один фокус-покус, как я говорю. В основном животные, которые находятся безнадзорные во дворах, они нападают не просто вот собачка живет во дворе, она нападает. Чаще всего это группа собак и, как правило, это родственники. Разношерстные собаки редко это делают, когда они не являются родственниками. Они защищают, вот как раз родственники защищают территорию, которой они выросли, где их воспитывали и тому подобное. И чтобы вот эти дворы не пополнялись опять другими собаками, очень важно, мы их, допустим, изымаем, стерилизуем. И самых лояльных, ну толерантных, которые безопасны собаке, после стерилки возвращаем для проживания в этом дворе. Обязательно. Почему? Такая собака, стерилизованная, приплод давать больше не будет, но она же и не пустит других собак на эту территорию. То есть, те, которые действительно агрессивны и социально опасны, скажем так, для животных этого двора, ну домашних-то, да, кошек там, собак, которых погуливают, или для детей. И, естественно, возвращать назад в эту среду нельзя. И за счет финансирования двора они могут оставаться на территории приюта. Территория у нас дон, 10 гектаров, можно так сказать. Можно полгорода туда впихнуть, ну или три города, или сколько. Вот каким-то таким образом должна решаться вот эта вот проблема. Почему? Потому что у нас нет финансирования ни от государства, ни таких вот спонсоров серьезных, да, которые регулярно бы делали подпитку приюту, чтобы мы могли стабильно на какую-то сумму рассчитывать и уже исходя из этого действовать так, как нам положено действовать. Вот. Все упирается в финансирование. Потому что государство сейчас делает какие-то попытки. Они издали закон. Закон сырой до безумия. Еще там должна пройти куча поправок, что закон о жестоком обращении для животных, ну по животным они не работают. Потому что еще как бы практики такой судебные маловато и тому подобное. Дело в том, что вот эти вот законы, они сырые и они требуют серьезных доработок. Потому что когда сейчас начинаешь считать вот эти законы и вникать в них, начинаешь понимать, что люди, которые писали эти законы, они далеки вообще от проблемы с животными. Вот, например, когда были прописаны правила выгула собак и определенные площадки, на которых собаки должны гулять в городе. Ну, извините, нигде там не сказано, кто убирает эти площадки. Они должны быть подконтрольными. Или, например, подумайте, у собаки, допустим, у девочки праздники начались, да, и где мне с ней гулять, скажем так. Я приду на вот эту вот площадку и все хозяева кобелей меня ногами там запинают. Ну, приблизительно так выглядит. Или, скажем так, правила читаешь, ну по разным регионам немножко они отличаются. Я когда почитал объем опилок, которые положены ежедневно менять для подстилки животного, у меня, как его сказать, мега удивление произошло. Кто писал это? Это же не опечатка. Для взрослой собаки 0,8 килограммов в день на подстилку, а для щенка 0,4. Как можно на таком объеме подстилки лежать? Просто как вот в деревне припорошили пол, грубо говоря, после того, как навоз убрали, чтобы более-менее было. Ну, короче говоря, как-то вот так вот ситуация выглядит. То есть еще пока это все заработает, пока это начнет правильно работать, это пройдет ой-ой-ой сколько времени. И что-то нужно уже людям сейчас самим делать, самим думать. Приют есть, да, но финансирование откуда? Мы же не имеем своего маленького свечного заводика, вот в чем дело. Поэтому мы сейчас и так на пределе работаем. Ведь санчасть, которая уже не один год нами содержится, как бы за счет пожертвований и помощи материальной, такой как медикаментами от людей и тому подобное, посылки нам с медикаментами шлют и так далее. Вот, это тот минимум, который мы можем делать. Это мы как бы понимаем, что мы не можем собрать у себя на территории всю область из-за вот этого финансирования, отсутствия этого финансирования. Мы хотя бы делаем то, что мы можем делать, на что нам хватает. То есть принимать тяжело раненых и больных животных и лечить их, восстанавливать. Когда боксы переполняются, а раненые продолжают пребывать, что мы делаем? Мы их выпускаем. Почему? Потому что мы просто физически не можем продержать приют, чтобы мог постоянно увеличивать обороты приема, да, животных. Он должен развиваться, расти. Вот мы начали делать до того, как этот ковид случился, да, начали строить кухню. Кухня рассчитана на тысячу собак, то есть были расширения. А сейчас благосостояние людей упало здорово. И вместе с этим падением благосостояния людей и лимиты пожертвований снизились. То есть и развитие приюта остановилось. То есть мы топчемся на месте, как бы вот, ну, как-то говорится, от зарплаты до зарплаты, да. А я скажу, как его сказать, от пищеблока до пищеблока, скажем так. Вот определенное количество пищи, и слава богу, что вот это и есть. Развития нет. А чтобы принимать, нужно развиваться. Строить дополнительные вольеры, обустраивать эти помещения, много чего другого. Развивать штаб, потому что одни и те же люди не могут справиться. Например, сейчас вот 200 питомцев, да, их прибыло еще сотня. Все, люди уже требуются дополнительные. Одни и те же люди уже не могут такое количество обслуживать, скажем так, живота. Понятное дело. Поэтому для этого я сейчас и говорю, что я понимаю людей, которые обращаются к нам. Заберите, да, помогите. Ну, поймите и вы меня, как, чем я могу помочь. Где взять это финансирование. Если бы люди складывались дружно, да, решалась бы и эта проблема. Как вы обратили внимание, появилась новая рубрика Гау-Мяу-ТВ. Гау-Мяу-ТВ или Гау-Мяу-ТВ, кому как больше нравится. И я сегодня хочу попросить наших подписчиков, просто зрителей без подписки. Вот сюда, вот по этой ссылочке, переходите на WhatsApp, присылайте видео, снятое с телефона или другой там аппаратуры. Не важно, именно моменты, как ваши питомцы следят на экранах за нашими питомцами. Это довольно-таки любопытно получается. Таким образом, мы их потом объединим, будем вставлять видео или отдельные уже видео будут собраны из этих роликов, да. И ваших питомцев сможет увидеть вся страна. Вот, таким вот образом, мы хотим попробовать вот такую рубрику вести. Это очень, на самом деле, интересно. На этом пока все. Субтитры сделал DimaTorzok